Доброе утро, уважаемые радиослушатели! На календаре вторник, 24 мая, в студии Мадина Жужоева. И я рада приветствовать всех, кто это утро встречает вместе с нами. И по традиции, коротко о знаменательных датах и событиях, обозначенных в историческом календаре. Итак, сегодня день славянской письменности и культуры и день кадровика в России. Что касается знаменательных дат и событий, то в такой же день, в 1925 году, вышел первый номер газеты «Комсомольская правда». 121 год назад в Петербурге спущен на воду крейсер «Аврора», а в 1982 году на пленуме ЦК КПСС принята продовольственная программа СССР. В этот день, в разные годы, родились такие известные люди, как русский, американский поэт, драматург, переводчик, нобелевский лауреат Иосиф Бродский, советский писатель, нобелевский лауреат Михаил Шолохов и российский журналист, главный редактор журнала «Семья и школа» Петр Гелозония. Далее нашу программу продолжит музыка. Не переключайтесь! Далее нашу программу продолжит музыка. Шепчу тебе в тишине «Милая, милая мама, мир украшаешь не зря, Жизнь всем на свете даешь, Счастье и радость несешь». Ори-ори-ори-ори-ра! Ори-ори-ори-ори-ра! Милая мама! Милая, милая, очень красивая ты моя мама! Ори-ори-ори-ра, ори-ори-ори-ра Милая мама, милая, милая, очень красивая ты моя мама Рядом со мною всегда ты, забота каждого дня Любовью своей благодатной оберегаешь меня Милая, милая мама, мир украшаешь не зря Жизнь всем на свете даешь, счастье и радость несешь Ори-ори-ори-ори-ра, ори-ори-ори-ори-ра Милая мама, милая, милая, очень красивая ты моя мама Ори-ори-ори-ори-ра, ори-ори-ори-ори-ра Милая мама, милая, милая, очень красивая ты моя мама В сердце своем беспокойном Только тревоги вмещаешь И красотою душевной Весь этот мир разоряешь Милая, милая мама Мир украшаешь не зря Жизнь всем на свете даешь Счастье и радость несешь Милая, 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 очень красивая Ты моя мама Милая, милая, очень красивая Ты моя мама Продолжаем информацию. Продолжаем информационно-музыкальную программу Республика. Традиционно в нашей стране военные вузы пользуются большой популярностью, ведь обучение в данных заведениях считается престижным и особенным. За годы прохождения обучения в военном учебном учреждении можно получить высокий уровень знаний в различных общеобразовательных и профессиональных дисциплинах. Кроме того, у курсанта формируются личностные черты характера, такие как дисциплинированность и ответственность. В военных вузах высокий уровень и качество образования благодаря этому выпускники всегда востребованы и в гражданских специальностях. Тему продолжит Руфина Ковалева. О карьере военного мечтают многие юноши со школьной скамьи. В прошлом году на поступление в военные вузы страны претендовали 40 тысяч ребят, в числе которых были и абитуриенты после 11 классов, выпускники кадетских, нахимовских и суворовских училищ. Военное образование в нашей стране на данный момент находится на пике престижности, гарантирует качество предоставляемых знаний благодаря определенной дисциплине. В настоящее время 35 прославленных военных вузов занимаются подготовкой будущих лейтенантов по 276 специальностям. В таких учебных заведениях ждут ответственных, целеустремленных, крепких телом и духом ребят. Наставники военной в буквальном смысле взращивают новую элиту, профессионализм которой ценится и на мировом уровне. Кто же может претендовать на такого рода обучение? Разбираемся в правилах и преимуществах поступления в военные вузы страны вместе с представителем Росгвардии по Карачаево-Черкесии капитаном Олегом Кутлакаевым. В качестве кандидата для зачисления в военные институты курсантами рассматриваются граждане морского пола, имеющие среднее или среднеполное образование, среднепрофессиональное образование, гражданин в возрасте от 16 до 22 лет. Прием граждан и военнослужащих военные институты проводится на конкурсной основе по результатам профессионального отбора обусловленного поступления, обучаемых на Федеральную государственную военную службу по контракту. А профессиональный отбор включает определение годности по состоянию здоровья, определение категории профессиональной пригодности кандидата на основе социального, психологического изучения, психологического и психофизического обследования, а также оценки уровня физической подготовленности кандидата. И рассматриваются у нас 4 военных института, конкретно для Федеральной службы войск национальной гвардии. Это Санкт-Петербургский институт, войск национальной гвардии, Саратовский, Пермский и Новосибирский, которые готовят качественно кадры для войск национальной гвардии. А какие специальности могут получить там наши ребята? По специальностям каждый институт имеет свою специфику. Саратовский военный институт подготавливает боевая и повседневная деятельность мотострелковых подразделений. Гражданская специальность, высшее образование, юриспруденция, квалификация юрист. Санкт-Петербургский военный институт, военный институт войск национальной гвардии готовит психологов, а также юристов. Там два факультета, и опять же, это все высшее образование. Пермский военный институт, это специализированный военный институт войск национальной гвардии и готовит специальности следующего характера. Это транспортные средства специального назначения, стрелковое, пушечное, артиллерийское и ракетное вооружение, применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения, тыловое обеспечение, а также кинологов. Новосибирский военный институт, он более ориентирован на подготовку офицеров спецподразделений, это спецназ, разведка. Ну, допустим, кто-то из молодых людей из Карачаева, Черкесии принимает решение поступить в один из военных вузов, из вузов нацгвардии, которые вы перечислили. Что для этого нужно сделать, куда обращаться, какие документы собрать, может быть, вот об этом расскажете. Для того, чтобы стать абитуриентом, гражданину необходимо предоставить заявление военный комиссариат по месту жительства с указанием выбранного института и факультета, куда он конкретно хочет поступать. В военном комиссариате проводится медицинское обследование и проводится ряд мероприятий для подготовки дела для направления уже в военный институт. То есть они перед этим должны в армию отслужить или сразу после школы могут поступить в вузов? Вот этот вопрос как раз могут поступать и те, кто в армии служил и уже уволился, даже могут поступать уже из армии непосредственно в военный институт, а также те, кто закончил 11 класс, либо среднеспециальное, техникум, колледж, любое специальное, среднепрофессиональное или среднетехническое образование. Субтитры создавал DimaTorzok Моя страна, моя судьба, моя мечта, моя война, моя любовь, моя весна, и я стена. Отчизный сын, странный солдат, так было сто веков назад, за друга друг, за брата брат, мир этим свят. И каждый слоев зажигает очаг, и каждый слоев поднимает флаг, и наши душ и сердце с костры, как во сне маяк. Я снова делаю шаг, я поднимаю свой флаг, сквозь злые ветры тревог и неверие царствах. В этом бою я встаю, я верю в правду свою, и поднимаю свой флаг моего государства. Здесь сто дорог, моя земля, моя Москва, звезда Кремля. Здесь кровь от солдат, хранят поля, и кровь моя. И это то, что я отдам, за славу жизни сыновьям. Победы, веры, добрый знак, российский сяк. И я снова делаю шаг, я поднимаю свой флаг, сквозь злые ветры тревог и неверие царствах. В этом бою я встаю, я верю в правду свою, и поднимаю свой флаг моего государства. Я поднимаю свой флаг моего государства. И каждый слой зажигает очаг, и каждый слой поднимает слаг. И наших душ и сердец костры, как во сне маяк. Мы снова делаем шаг, мы поднимаем наш флаг. Сквозь злые ветры тревог и неверие царствах. В этом бою мы встаю, мы верим в правду свою, и поднимаем наш флаг своего государства. Мы поднимаем наш флаг своего государства. Продолжаем эфир регионального радио. В студии работает Мадина Жужуева. На основании указа президента страны в 2012 году был создан общественный контроль в сфере жилищно-коммунального хозяйства «Контроль ЖКХ». Спустя год аналогичный контроль был создан и в Карачаево-Черкесии. Каковы направления работы данной организации и насколько они рациональны, расскажет моя коллега Болду Байрамукова. В Карачаево-Черкесии отделение Национального центра общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства работает с 2014 года. Жители населенных пунктов нашего региона обращались в Центр со своими наболевшими вопросами и получали не только исчерпывающие ответы, но и помощь. Контроль ЖКХ всегда рассматривает все поступающие жалобы на законодательном уровне, то есть все вопросы решаются исходя из региональных или же федеральных законов о жилищно-коммунальном хозяйстве. Обо всем этом рассказал руководитель регионального отделения Национального центра Анатолий Барков. Мы попросили его напомнить радиослушателям основные направления деятельности Центра общественного контроля. Основное направление нашего центра является, в первую очередь, это мониторинг ситуации в целом в сфере жилищно-коммунального хозяйства, выявление проблем, которые существуют в этой сфере и обсуждение путей их решения, защиты прав потребителей. Второе – это жилищное просвещение. И третье – общественный контроль. Однозначно в Национальный центр общественного контроля население обращается в основном с жалобами или с просьбой разъяснять те или иные спорные моменты. Анатолий Константинович напомнил, какие именно вопросы поступали и насколько оперативно их удалось решить. Налис обращений жителей Карачао-Черкесии в общественную проемную, на горячую линию, начиная от начисления платы за жилищно-коммунальные услуги, управления многоквартирным домом, содержания и состояния многоквартирных домов и содержания общего имущества, качества коммунальных услуг, капитальный ремонт и многие-многие другие. Наиболее острые проблемы стоят по качеству подымаемых услуг, коммунальных услуг. 33% – то же самое от общего количества – это содержание многоквартирных домов. Жалобы жителей Карачао-Черкесии, поступающие в Центр общественного контроля, самые разные. Сотрудники Центра не только решают поступающие вопросы, но и занимаются просвещением жителей региона в вопросах жилищно-коммунального хозяйства. К этой работе привлекают ответственных лиц в министерствах и ведомствах. Мы – Центр общественного контроля и просвещения, подчеркиваю это слово, просвещения. Мы помогаем людям, как оформить заявку, кому обратиться по тому или иному вопросу. И уже когда человек эти все направления наши выполнил, не решен вопрос, мы непосредственно вклиниваемся в решение вопроса, начинаем работать с управляющей организацией, с ресурсоснабжающей организацией, с органами исполнительной власти. Наш Центр обеспечен очень хорошо, обеспечен методическим пособием. У нас обеспечивает Национальный Центр общественного контроля, ЖКХ контроль, Москва обеспечивает. Поэтому все вопросы, возникающие у наших граждан, у наших собственников жилья, мы находим там. И мы буквально в смысле проводим учебу, приглашаем старших домов, приглашаем представителей ТСЖ. И проводим работу в этом направлении. Мы проводим круглые столы, по вопросу, которые действительно острые, и которые необходимо обсудить в широком формате с органами исполнительной власти, с другими структурами, которые считаем необходимыми. Мы проводим круглые столы, где рассматриваем эти вопросы, пытаемся и стараемся находить пути решения этих проблем. Я считаю и на сегодняшний день конструктивное взаимодействие с органами исполнительной власти от Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства. Я хорошо знаю эту структуру, сам много поработал в этой сфере, поэтому мы находим общий язык, находим решения вопросов, которые поднимают жители нашей республики. Пользуясь случаем, Анатолий Константинович напомнил, что со всеми вопросами можно обращаться в региональное отделение Национального центра общественного контроля по адресу и номеру телефона горячей линии. Наш центр находится в городе Черкесск, улица Красная, 19, телефон горячей линии 28-19-41. Мы работаем с 8 до 18. Уже знают многие люди, что это телефон горячей линии центра общественного контроля, поэтому можно звонить и можно рассматривать и решать вопросы. Ни одного вопроса не оставляем без внимания, не доведенным до конца. Немало жалоб было рассмотрено сотрудниками регионального отделения Национального центра общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства. И нет сомнений в том, что еще больше вопросов у жителей региона возникает сегодня. Но их все можно в кратчащее время решить при помощи центра контроль ЖКХ. Еще раз напоминаем адрес и телефон. Город Черкесск, улица Красная, 19, телефон горячей линии 28-19-41. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжаем информационно-музыкальную программу «Республика». Покупка недвижимости – это одна из самых важных сделок в жизни человека, которая требует тщательной подготовки. Ведь при выборе недвижимости важны не только местоположения и этажность. Для того, чтобы не остаться и без денег, и без недвижимости, покупателю квартиры стоит всегда оставаться бдительным и тщательно проверять все документы. Ведь сомнительное прошлое самой недвижимости или ее хозяев после покупки могут доставить большие проблем, чем все остальное. Подробности в следующем материале. Сегодня покупка квартиры – это не просто подписание нескольких бумаг и оплата. Это еще и большие риски потерять все из-за попадания в руки к мошенникам. Именно поэтому настоятельно рекомендуется обращаться в то ведомство, где возможность быть обманутым вовсе исключается. Начальник межмуниципального отдела по Зеленчукскому и Урубскому районам управления Росреестра по Крачево-Черкесии Рашид Алботов рекомендует обязательно проверить недвижимость на наличие обременения. Поможет в этом выписка из Единого государственного реестра недвижимости. На данный момент это единственный документ, дающий полную информацию обо всех собственниках, обременениях и ограничениях операций с любым видом недвижимости. Недвижимость перед покупкой можно отметить несколько моментов, на которые надо обратить внимание. Первое это более объективное понимание, на каком юридическом статусе находится объект недвижимости. Это получить выписку из Единого государственного реестра недвижимости, где будет отражено, кто является собственником и есть на нем обременение. Также, чтобы более обширные понимания, можно получить выписку из Единого государственного реестра о переходе права. То есть, чтобы проследить, сколько раз переходы права, как часто переходы права осуществлялись по этому объекту недвижимости и документы основания какие были. В то же время надо обратить внимание, если наследники отчуждают объект недвижимости, можно обратиться в нотариальную палату для получения всего круга лиц наследников, чтобы понять, могут ли потом в судебном порядке обратиться те наследники, которые не были включены. Не исключено, что при продаже жилья недобросовестные собственники могут не предоставить данных о том, что жилплощадь находится в залоге, ипотеке или на нее наложен арест. В выписке из Единого государственного реестра недвижимости в разделе указано, кто является собственником, а также обременение, ограничение и арест, если они присутствуют. Если, допустим, сделка совершалась по доверенности, лучше бы обратиться обратно же к нотариусам, чтобы выявить, настоящая доверенность это была или нет. Просто мошенники используют доверенности подложные, и вдруг, вдруг, если при сделке была использована данная доверенность, а то исключут этот момент. И, в принципе, это уже можно проверить на подлинность паспорта продавца, который использовал подлинный или неподлинный этот паспорт. Это уже очень глубоко мы входим. И в любом случае есть моменты какие-то, что покупатель не понял продавца или продавец не понял покупателя, думали об одном, а в конечном итоге получилось другое. Есть в любом случае эта жизнь. Введение выписки из Единого государственного реестра недвижимости как единственного правоудостоверяющего документа значительно уменьшило количество мошенничеств в сфере недвижимости. Получить справку можно достаточно легко, а спектр сведений по объекту, который она дает, будет более чем исчерпывающим. Для покупателя эта проверка играет особую роль, ведь если он что-то упустит, а сделку потом расторгнут, он рискует не только купленной квартирой, но и заплаченными за нее деньгами. Причем в случае простого расторжения сделки есть надежда на возвращение средств, а в случае мошеннической схемы практически нет. Мы все спешим за чудесами, но нет чудес и ничего. И если вдруг тебе взгрустнется, то грусть не значит ничего, когда ты знаешь, что под солнцем есть крыша дома твоего. Миг огорчения любые исчезнут все до одного. Лишь вспомнишь звезды голубые над крышей дома своего. Над крышей дома своего. Мир полон радости и счастья, но край родной милей всего. И так прекрасно возвращаться под крышу дома своего. Под крышу дома своего. Погода. Дождь местами сильный. Кроза. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха плюс 11, плюс 16. В горах местами плюс 4, плюс 9. В горах выше 3000 метров лавина опасна. В северных и центральных районах высокая пожароопасность 4 класс. А столбик термометра поднимется до отметки плюс 15. Днем порывы до 14 метров в секунду. Днем порывы до 14 метров в секунду. В танцы чувств своих не скрою. Ты добавила искринку. В танцы пламенной лесгинки. Так танцуй же ты со мною. Солнце сменится луною. Не давай, брат мой, славинку. В танцы пламенной лесгинки. Днем порывы до 14 метров в секунду. Танцы Кавказа Ты добавила искринку В танцы пламенной лесгинки Так танцуй же ты со мною Солнце сменится луною Не давай, брат мой, славинку В танцы пламенной лесгинки Солнце сменится луною Солнце сменится луною Субтитры сделал DimaTorzok Так танцуй же ты со мною, Солнце сменится луною. Не давай, брат мой, славинку, Танцы пламенной лесгинки. Субтитры сделал DimaTorzok Здесь работала Мадина Жужуева. Мы прощаемся с вами и желаем всем хорошего дня. И до скорых встреч в эфире. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА